Архангел-огородец Алексей Сухановский стал участником кругосветного путешествия. В составе экипажа из восьми человек он совершил океанский переход дистанции в 1100 морских миль из Пхукетта в Шри-Ланку на яхте «Жульетта». Кому не хочется старости, седые кудри пригладить, да я в кругосветку ходил. Не говоря о том, что прошел тысячу-две миль. Но, тем не менее, это интересно, принять участие в таком плавании. Не это даже было основным. Лодка уже фактически обошла вокруг света за кормой более 60 тысяч миль. То есть это огромное расстояние, огромные нагрузки на лодку, которые, как выяснилось, не совсем предназначены для таких немучительных, сложных плаваний. Нам предстоял океанский переход длиной 1100 миль. Ну, вполне такой средний. Ни большой, ни маленький. Вышли двое суток, мы, в общем-то, плюхались без особого ветра до Никобарских островов, до их траверза. Это очень интересная острова. То есть на них высадка запрещена под любым предлогом. Самая главная причина в том, что там до сих пор живут первобытные племена, людоеды, с которых так не могли сказать, что ням-ням, человека нельзя. То есть нельзя, можно. Вот из-за этого нельзя высаживаться. Мы понимали, что нам нужно хотя бы ночь как-то перестоять, потому что ветра все равно нет. Пошли мы немножко на нарушение. Высадились в такой совершенный берег, вид как в ботанический сад. То есть все есть там. Кокосы, инжир растет дикий. Какие-то мангровые заросли, там кто-то у-у-у. Вот эти все звуки экваториального леса. То есть седьмой градус широты. Двораны ползают, попали. Ну то есть совершенно нетронутая природа. Такая, настоящая, как кино показывают. Напекли картошки. Напекли картошки, поели. Это сминога, по-моему, запекли. Мы высадились на самом нужном острове Никобарских островов, которые, к сожалению, запрещены посещения туристами, да и прочим водоплавающими человеками из-за опасности каннибализма местных племен, живущих до сих пор по законам первых племен. Вот наутро мы снялись и вышли в океан. Когда проходили цепь островов, там тоже плохо, ну такие глубины небольшие, маленький шельф у этих островов есть. Они похожи вулканического происхождения. То есть бухта, в которой мы стояли, она похожа была на кратер старого вулкана. Теоретически нас могло так запустить вместе с этой бухтой. Проходили над шельфом, у нас удочки были с кормы брошенные, и поймали мы такого 20-килограммового карангса. Леха, держи! Леха, держи! На выходной билет, что ребят, езжайте, все нормально будет. Сходя с вахты, через 10 часов ты шел снова на вахту. Это вполне достаточно, чтобы отдохнуть, выспаться, чем-то позаниматься своим. В океане появился накат, полтора-два метра. Обычный такой, в принципе, спокойный океан. Это большие валы, и в пределах зрения находятся обычно 3-4 таких вала. Довольно большое стоит, и ты как на качельных вверх, вниз. Когда стоишь на руле, эти валы подходят и напоминают мерное дыхание спящего человека. Тебе нужно обруливать их, и ты тоже так дышишь. Как мы планировали, через 7 дней мы стали подходить к Шри-Ланке. Все ждали, когда нас остров заслонит своей тенью от ветра. Потому что ветер в последнюю ночь был до 25 узлов. Это довольно много. Лодка шла, разгонялась до 12-14 узлов. Это тяжело. Мы даже с вахты сняли девчонок, и эту ночь стояли только ребята. Утром мы стали подходить к Шри-Ланке. Появились рыбаки, которые на такой волне предлагали нам рыбу. Они даже не понимали, что если сойтись, то мы их расшибем, или они нас просто в щепки вместе с рыбой, с сетями. Подошли в гавань. Там стоят военные. То есть стоят с каким-нибудь этим Петром Великим в одной гавани. С рыбаками, с буксирами, с какими-то там яхтами проходными. Не очень удобная стоянка. То есть надо проходить переправляться на лодке на берег. То есть такая рабочая гавань. Находясь в этой среде, когда ты просто, ну вот у тебя вот такая одинаковая картинка, часами, как на огонь, то есть, ну вот, без всяких мыслей, сидеть, смотреть, как это все, вот игра это, никаких мыслей. Ну, греки же говорили, что есть три агрегатных состояния человека – живой, мертвый и в море. Человек другим становится, вот на это время, по крайней мере. КОНЕЦ КОНЕЦ Продолжение следует...